Вот мы сейчас на уроках наших проходим очень глубокую тему – молчание. Я очень хотел бы подключить к этому наших зрителей, потому что мало из них, кто на уроках наших находятся, утренних. Так вот, несколько вопросов я приготовил. И приготовил очень интересную цитату из трактата «А вот», написанную две тысячи лет назад нашими мудрецами. Написано так. «Все дни свои рос я среди мудрецов, и не нашел ничего лучшего, чем молчание». Да. Я вас очень прошу, почему такая высота в молчании не нашел лучшего? Потому что человек должен говорить, в принципе, с собой. И когда он говорит с собой, он при этом начинает переключаться на Творца. Вот так система работает, да? Да. Как это, если я говорю с собой? Вот как? Или с Творцом? Ну, а для чего тогда все тысячи, сотни, миллионы людей вокруг? Как бы говорят, для общения так или иначе? Не для общения. Нет? Нет. Общение, оно должно быть через чувства внутренние, через молчание именно. А зачем говорить? Тогда зачем нам данная речь, скажите, пожалуйста? Ну, это уже для крайних случаев, я бы сказал. Да. Ну, когда ты сидишь и выясняешь какие-то проблемы с мудрецами, это другое дело. А если у тебя такой возможности нет, то самое лучшее – это молчание. Но очень часто неудобно молчать, знаете, ощущение, что человек ждет от тебя, что ты вступишь в разговор, что он думает, а что с ним такое, ему что-то не нравится, он молчит. Ну, это смотря с кем и как, если этот человек близок к тебе по духу особенно, то можно молчать с ним. Ну, можно молчать. Вот вы все время говорите, что разговор может быть вот такой вот, молчание, так сердцами. Можете вот пояснить, вот что такое сердцем разговаривать? Это красиво звучит однозначно, но вот что это такое, как это? Чувствами. Когда ты хочешь передать человеку свои чувства, а слова для этого подходящий очень трудно найти, то тогда самое лучшее – это если вы молчите. И каждому не неудобно, да? Нет, неудобно, вы просто молчите. И таким образом постепенно, постепенно начинаете друг друга понимать без слов. Это и называется разговор сердцами? Да. Вот вы рассказывали, что вы часто так молчали со своим учителем, да? Часто. Не было у вас ощущения, что вот как-то надо что-то сказать? Нет, абсолютно никаких. Ты просто сидишь и думаешь рядом с ним, и он тоже. И он не вызывает на то, что ну вот скажи что-нибудь, нет такого? Нет, не надо. Не надо ничего. Это такие чувства, такие минуты, когда все понятно. И происходит внутренний контакт. И перетекание чувства от одного к другому и обратно, без слов. Вот скажи тогда, пожалуйста, а молитвы все-таки написаны? И написаны там словами? И произносятся? Да. Это для тех людей, которые не умеют молчать. Это для тех людей, которые им надо что-то обязательно высказать, выплакать и так далее. А обычно, если человек может это все выразить в себе, то это лучше всего, это сильнее всего. Это такое кричащее молчание. А для чего слова тогда, можете сказать? А слова для того, чтобы войти в контакт, в разговор, для того, чтобы настроить друг на друга, как музыкальные инструменты настраивают, перед тем, как совместно играют. Так и здесь. Но, в принципе, если ты знаешь человека, то ты можешь прийти к нему, подсесть к нему и молчать. То есть, в принципе, можно сказать, что можно несколько слов как бы произнести для того, чтобы замолчать. Да. Да? Да. Это красиво. Если люди друг друга знают, то даже вот семейные пары, то они молчат. Молчат. Ну, женщине, правда, немножко надо больше говорить и выразить и слушать. Так они устроены, потому что приспособлены под обслуживание ребенка маленького и так далее. А мужчины нет. Мужчинам хорошо помолчать. То есть, вы видите такое будущее, может быть, далекое, оно такое, передача информации молчанием. Конечно. Да. Это не наш телевизор сегодняшний. Он замолкнет в результате? Я думаю, что да. Вот тогда еще такой вопрос. А что ж тогда вы скажете об отшельниках, которые уходят, чтобы молчать? Это вообще хорошие периоды в человеке есть, когда он не хочет ни с кем общаться, кроме как с собой, с Творцом. Это у него идет это общение? И у него идет это общение, да. Это хорошее состояние? Это хорошее состояние. Они очень сильные. Они очень продуманные. Они очень производящие многое в человеке. Скажите, пожалуйста, а вот для мира весь выплеск вот этой нашей словесной информации... Ой, это просто... Мы загрязняем весь мир. Это идет загрязнение, да? Да, конечно. А для чего это тогда высшему было надо, чтобы мы говорили все время, говорили, говорили, вот от телевизора, как вы говорите, чтобы было все в разговоре? Для чего? Ты слышал, как дети на детской площадке? Да. Вот это такого типа. Так-так-так-так-так-так. Гур-гур такой. Да. Кричат, бегают. Но мы используем вообще слова по-другому. Мы унижаем, опускаем. У нас в основном, если говорим о телевизоре, то политика такая. Да. Мы даем такую силу словам. Что это производит вообще в мире? Производят в мире все новые и новые искажения. И нам от этого никуда не деться, если только мы не начнем себя переделывать. То есть, получается, словом можно убить, молчанием вряд ли, а вот словом... Молчанием никогда ты хуже не сделаешь. Лучше промолчи. Да. Когда ты пишешь, ты молчишь. Вот когда ты пишешь. Ты говоришь. Про себя. Да. Да. Ну, такой он внутренний идет разговор. То есть, есть сила просто в молчании и написании? Да. Письмо, оно очень вообще действующее средство. Я бы сказал, что надо им пользоваться тоже, может быть, реже. Смотри, сколько написано. Кажет, там, кропает. Это выплескивает свое эго. Да. А на самом деле, конечно, надо сдерживаться. Вы как-то говорили, что, в принципе, я, честно говоря, не исследовал это, но вы говорили, что романы вот эти всякие любовные и так далее, они были написаны только 300-400 лет назад. А до этого шел все время поиск творца. И писали только вот об этом. Да. Писали только связи с творцом. Люди искали, как все-таки выйти на связь с творцом. А потом пришла всякая техника. Люди стали больше ездить, больше общаться. И погубили свой внутренний голос. Начали вообще обращать внимание на связи между людьми. Особенно связи мужчины и женщины. Не было в течение всей истории человечества романов, повестей, таких жанров, когда можно было бы об этом говорить, писать. А это все началось вот где-то с Шекспира и далее. В иудаизме этого вообще не было. Песен никаких не было о любви. Кто там думал вообще петь про любовь? Ну, вы меня выводите на вопрос. А что такое тогда песня песней, где говорится только о любви? Ну, так это же только к творцу. Действительно, вопрос по делу. Он никак не относился к пересказу чувств гендерных каких-то. Нет. Это царь Соломон, который писал песню песней. Это было его признание любви к творцу. Конечно. Там настоящая любовь от души к источнику души, к творцу. То есть, грубо говоря, так получается. Мы с вами немножко даже на другую тему перешли, но они близки. То есть, любовь такая к высшему, к творцу, и высокая любовь спустилась на землю, да? И произошло вот это вот такое вот... Нет, это просто произошло развитие таких вот земных чувств, проявление таких чувств. И постепенно-постепенно они обросли своей литературой, музыкой и так далее. Но, в общем, у человека не было потребности высказывать эти чувства. И вдруг появилось? Да. Люди жили, причем во всех странах, во всех народах, они жили более замкнуто. И потом где-то вот со средневековья и далее пошли уже эти элементы развития литература, музыка и так далее. Вы считаете, что это направление уводящее, да, от главного, в принципе? Это падение, это нисхождение вниз. Но оно необходимое? Оно необходимо для того, чтобы люди в итоге поняли, что они вообще не туда зашли. А для этого надо все-таки не туда зайти, да? Ну, конечно. Потому что дано-то им было все это внутреннее богатство человека для того, чтобы поднять себя. Да. А они, наоборот, низвели это до уровня животного. К чему это ведет в результате? Ну, мы уже видим. Это уже на наших глазах, к чему это ведет. Есть что-то положительное в этом? Вот к этому я все время пытаюсь... Как и обычно вся наша жизнь, положительное в нем то, что мы через падение начинаем понимать, где мы находимся. И что авось нам надо как-то из этого выкарабкиваться. Вот сейчас я как бы хочу вернуться к теме, ну, завершить ее о молчании. То есть молчание – это, если это такое правильное, то молчание, о котором вы говорите, это и есть разговор с Творцом? Молчание – это и есть разговор с Творцом. И хорошо, если человек предпочитает такое обращение к Творцу, чтобы постоянно было из его сердца.